Футбольный удар Дмитрий Голубов лауреат престижной премии ТОП-30 «Самые знаменитые люди Уфы». Церемония награждения прошла в пятницу 21 ноября. Все подробности в сюжете Дениса Недопекина. Дмитрий Голубов лауреат престижной премии ТОП-30 «Самые знаменитые люди Уфы». Дмитрий Голубов лауреат престижной премии ТОП-30 «Самые знаменитые люди Уфы» Дмитрий Голубов лауреат престижной премии ТОП-30 «Самые знаменитые люди Уфы». Вместе с командой занял четвертое место в ФНЛ и впервые в истории клуба вышел в премьер-либ. в двух решающих матчах, забив пять голов из шести. Так клуб всего за несколько лет прошел путь от 2-го дивизиона российского хобла до элитного. Андрей Зубов, хоббиист, коренный офицер, защитник хоккейного клуба Слава Кулаев, участник матча «Звезд КХЛ», стал чемпионом мира по хоккею, играя на турнире с серьезной травмой и получил звание кавалера ордена почета. Дмитрий Николдаков, мотогонщик. Мотогонщик, выступающий в спидвее и мотогонках на льду, спортсмен Уфимского центра технических видов спорта имени Ковтрахмана Кадырова и воспитанник Николая Красникова, выиграл серебро личного чемпионата России по мотогонкам на льду. И победителем в номинации «Спорт» становится Дмитрий Голова. Дмитрий Голова, футбольный клуб Уфа. И пол-эверт, красавчик, поднимается улыбкой с голлажета. Человек, забивший невероятное количество мячей народа соперника именно в тот момент, когда эти мячи нашему муковьему клубу так были нужны. Добрый вечер всем. Я первый раз... Дим, ну что, расскажи о своих впечатлениях, на сколько для тебя это было неожиданно. Какие эмоции сегодня? Вы знаете, очень положительные эмоции, очень рад этой премии. Вот она, если видите. Вот, еще раз повторюсь, я благодарен тем... Раскурил! Тем людям, которые за меня проголосовали. Это дорогого стоит, это очень приятно. Кого знаешь из спортивных элементов? Я только знаю, если честно, хоккеиста, Зубарева. Да, я просто ходил на хоккей, как бы видел, смотрел. Ну, хочется сказать, что очень приятно соперничать в таком коллективе. То есть, и побеждать. Вдвойне приятнее. Дим, скажи, а у тебя дома есть собака? Да, у меня есть дома собака. Как его зовут или ее? Мальчик, он, йоркашский терьер, и зовут его Тоби. Ну, и как твой Тоби будет переживаться с этой собакой? Как ты эту собаку назовешь? Ему сейчас 5 месяцев. Я даже не знаю. По приезду детям покажу, дети придумают. Ну, сейчас немного отличимся от премии. Мы тебя давно не видели. Как твое здоровье болельщиков это очень интересует? Болельщикам привет. Все хорошо, я прилетел в Уфу. Завтра я тренируюсь с дублем. Послезавтра я с ними улетаю в Москву и присоединюсь уже к общей команде, к основной команде. Здоровье нормально. То есть, все болельщики залечил, готов к работе. Ну, что же, мы ждем тебя на поле, чтобы ты продолжал поднять свою основную работу. Еще раз поздравляем с премией. Спасибо, спасибо, ребят. Полузащитник Уфы Эммануэль Фримпонг, пожалуй, самую востребованную в средствах массовой информации футболист нашей команды. Сегодня Эммануэль отвечает на вопросы Артема Михайлова в рубрике «Без бутс». Я играл в клубах Чарльтен, Вулверхэмптон, Фулхем, Арсенал, Барнсли, а теперь в Уфе. Очевидно, мой первый тренер Арсен Венгер из Арсенал. Мои сильные стороны – это совершать отборы, разгонять нашу атаку, прессинговать соперника. Уфе мне больше всего нравятся мои партнеры. Они классные парни. Особенно мне нравится Тиша. Мои партнеры – это лучшее, что есть в нашей команде. Нет, 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 я не хочу открывать представительство своей фирмы в России. У меня уже есть магазин в Лондоне, и мне этого пока достаточно. Первое впечатление – здесь очень холодно, но люди здесь очень хорошие. Я наслаждаюсь временем, которое провожу в России. У меня нет особо веселых историй. Я сам по себе веселый человек, и этого вполне достаточно. Я надеюсь, что на ближайших домашних играх будет больше болельщиков на трибунах, потому что в домашних матчах хотелось бы ощущать больше поддержки. Таковы мои главные пожелания. Надеюсь, болельщики придут и поддержат нас. Я выбрал пятый номер, потому что этот номер был у моего любимого игрока Майкла Эсиена. Он играл под пятым номером в Челси. Поэтому я тоже выбрал номер пять и хочу играть под этим номером в Уфе. Спасибо. Продолжение следует... На этом все. Это был «Свободный удар». Смотрите нас каждую неделю в это же время на телеканале «Вся Уфа». Слушайте радиоверсию программы на волнах радио «Шансон Уфа» 102,5 FM. Все только начинается. Пока! «Свободный удар». Все о футбольном клубе Уфа. Перед каждой игрой. Новости, прогнозы, комментарии. После каждого матча обзор и эксклюзивное интервью. «Свободный удар». Слушайте на радио «Шансон». «Корректор А.Кулакова» «Шансон». Подписывайтесь на наш канал. «Корректор А.Кулакова» «Акулакова» «Фошансон». Редактор субтитров А.Семкин